Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуаши программа «По существу». В последнее время в средствах массовой информации начали освещаться вопросы нарушения правил использования государственных символов. В связи с этим мы попросили министра культуры, председателя Геральдической комиссии Чувашской республики Вадима Ефимова рассказать о роли государственных символов Чувашии и о важности их защиты, и о работе комиссии. Здравствуйте, Вадим Петрович! Здравствуйте! У нашей республики есть официально законодательно установленные государственные символы – герб, гимн, флаг. Каждый год, 29 апреля, отмечается День государственных символов, когда в различных образовательных учреждениях культуры проходят различные тематические мероприятия, где рассказывают о значении государственных символов. Расскажите, вопрос использования государственных символов столь актуальный на данный момент? Герб, флаг и гимн республики являются символами сплоченности чувашского народа. Подпитывают нашу любовь к чувашской земле, укрепляют патриотические чувства. С их помощью мы соприкасаемся с нашей богатой историей и нашей культурой. В символах, лаконичном образном виде заключена наша история, наши исторические корни и наши ценности. На них ориентируется и общество, и государство. Статус, как вы уже сказали, этих символов в качестве государственных, законодательно подчеркнуты в законе Чувашской республики от 1997 года о государственных символах Чувашской республики. Это не только символы, это наше национальное достояние. Они участвуют во всех общественно-политических мероприятиях, будь то международные соревнования или всероссийские фестивали, являются проявлением государственной политики и государственных полномочий. Наверное, именно поэтому различные общественные организации, негосударственные структуры проявляют очень большой интерес к этим государственным символам, хотят их использовать в своей повседневной деятельности, хотят использовать их на своей продукции. В связи с этим вопросы защиты государственных символов, они выходят на передний план. Я хочу отметить, что этими вопросами у нас в Чувашской республике является специальный орган, это Геральдическая комиссия Чувашской республики, которая как раз и координирует эту работу. Но расскажите немножко тогда о работе Геральдической комиссии, чем она занимается? Мы рассматриваем обращение различных организаций об использовании государственной символики на своей продукции. В составе Геральдической комиссии на сегодняшний день представители различных министерств, ведомств, он межведомственный этот совет, этот орган. Порядок использования госсимволов установлен, определен законодательством. Вот скажите, а вправе ли человек использовать изображение того же герба на личных вещах, на одежде? Законодательно установлен конкретный перечень и определены конкретные случаи использования государственной символики. Отступление от этих случаев возможно только по решению Геральдической комиссии. При этом государственные символы Чувашской республики должны употребляться по своему назначению. То есть для маркировки государственного того, что исходит от имени Чувашской республики. Такое разрешение может выдаваться только юридическим лицам, обладающим определенной правосубъектностью, которые граждане, простые граждане, не имеют. Тогда часто ли приходится отказывать в использовании государственных символов? Ну вот в прошлом году мы рассмотрели 11 обращений на право использования государственных символов. Из этих 11, 7 мы рассмотрели положительно, но остальным, к сожалению, пришлось отказать. В последнее время в интернете, в газетах часто появляются статьи о незаконном использовании госсимволов гражданами, учреждениями, даже предприятиями. Какие основные нарушения допускаются при использовании государственных символов? Ну, в чем состоят данные нарушения? Ну, это прежде всего касается нашего государственного флага и государственного герба. Здесь нередки случаи нарушения цветовой гаммы, которой законодательство тоже прописан, пропорций, которые неправильно используются на сегодняшний день. Значит, нарушений достаточно. Если есть нарушения, есть нарушители, как их наказывают? Такие противоправные действия в соответствии с законом Чувашской республики об административных правонарушениях в Чувашской республике квалифицируются как административные правонарушения. И, соответственно, предполагается наложение предупреждения или административного штрафа на граждан физических лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, а на юридических лиц от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. В законодательстве всех субъектов Приволжского федерального округа, хочется это особо подчеркнуть, тоже установлено наказание за нарушение правил использования региональных государственных символов. На мой взгляд, эти святыни везде стоят под особой охраной государства. Я уже в первом вопросе сказал, что это на самом деле наше национальное достояние. Но до суда дело еще не доходило, то есть не было таких нарушителей, которых бы вызывали в суд? Да, есть такой факт нарушения, вследствие которых судом принимались постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Так, в этом году, вот весной буквально этого года, гражданка Соединенных Штатов Америки, которая приехала в нашу республику для научной деятельности, скажем так, использовала в своем опросном листе государственный герб Чувашской республики. Кроме того, эти данные были воспроизведены и размещены этой гражданкой на интернет-сайте. Такое использование герба является нарушением и представляет, как раз, преследуемое законодательством нарушение. Является преследуемое законодательством нарушение. И после нашего обращения в Министерство внутренних дел по Чувашской республике возбудило в отношении этой гражданки дело об административном правонарушении. После этого материалы были переданы в суд, и вот мировой судья вынесло постановление. И эта гражданка была предупреждена, ну вот это административное изыскание в виде предупреждения о недопустимости такого рода нарушений. Спасибо большое, Вадим Петрович, за интересную беседу. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, что у нас в гостях был министр культуры, председатель Гераллической комиссии Чувашской республики Вадим Ефимов. Я с вами прощаюсь. До встречи в теле национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова